Продолжение следует... Очень сильно мешает мне подготовиться к нашествию хаоса и ко всем будущим сложным условиям существования вот этой вот ново созданной империи. Что ж, как определяет Ленин, например, империализм? Ну, собственно говоря, вот эти вот штуки, которые входят, которые мы перечислили, признаки такого империализма, вот так он и определяет из них, составляется вся эта штука. Империализм считается, с точки зрения Ленина, это высшая стадия капитализма. То есть это, как бы, появление сверхмонополий, ну и все. И очевидно, что, ну, смотря сейчас, с точки зрения времени, мы понимаем, что Ленин во многом был прав, действительно очень умный был человек, с точки зрения теоретических предпосылок, но во многом был и неправ. То есть, ну, это понятно, любому человеку не суждено предсказывать будущее, и очевидно, что проявление той или иной идеологии в полной мере понимаешь только, когда она в истории развернута, применена и видны ее результаты. Да, кавалерии у меня нет. Это, конечно, хорошо, что они такие все крутые, но нам бы, нам бы, нам бы, е-мое, алибарчики, аркибузиры. Мне вот интересно, лучники мои смогут что-то с ними сделать, или те будут издалека нас расстреливать, а, да, у этих диапазон действия лучничков не сильно хороший. Ладно, будем... Будем приспосабливаться. Так в чем же, вот, если так подытожить, отличие между этой ленинской представлением и западным? То есть, ленинская, это больше капитализм, он на капитализм, это враг, капитализм, высшая стадия, это империализм, империализм, соответственно, постоянная вот эта вот монополия, жесткие условия для рабочих, ну и все такие проблемы, короче, для обыкновенного люда, который подпадает под управление олигархов, по сути. В западной точке зрения это любой доминат, любой доминат какой-либо идеи, по сути, превосходство чего-либо, именно такое больше даже идеологическое, ну то есть превосходство элит, причем тотальное превосходство монополистическое элит определенных, и когда одно государство начинает контролировать другие, государство, по сути, в себя впитывать, ну то есть завоевательские такие предпочтения. Ну, с эпохой глобализации, пожалуй, опять же актуальность империи, как мы уже обсуждали, отпала в значительной мере, и, соответственно, получается, надо уже на это все смотреть по-другому. Получаются экономические империи. О! Блин! Ну, нормально, хотя они ловко так вывели копейщиков, конечно же, я так и не смог сломить их сопротивление, думал, у меня это лучше получится. Не сильно много и потерял, но тем не менее, и не смог свалить их. Молодцы, правильно, поступили, сразу же таким хитрым способом осадили мою атаку, и фактически сбили меня с толку. Ой-ой-ой, а вот это вот нехорошие вещи, вот с этими вот нехорошими вещами предстоит кому-то разбираться все же, все же. О-о-о, как они просто съели. Блин, если эта кавалерия будет там тоже так поступать, как я, атаковать постоянно, то это ничего хорошего для нас не светит. Ну и, хорошо, гоняем их. Хотя этого чувака придется долго там кромсать с его рыцарями какой-то там розы или чего-то антирыцари. Отлично. Сейчас только надо будет со второй половиной уже разобраться. Главное на алибарщиков не попадать, они совсем не нужны нам. В бою против нашего же полководца, которого мы не должны потерять, опять же. Как хитро, видите, а, в тыл решили ударить. Не-не-не-не, ребята, мы так не играем. Пускай лучники с вами разбираются, это намного выгоднее мне. Что же касается непосредственно, если взять, ну, идеи марксизма-ленинизма, вроде бы, более-менее ясны, я думаю, для каждого должно быть. Ну, а что же касается Гобсона, то его основная заслуга, что он политику с экономикой очень сильно срастил. И все это через призму национализма. На все это смотрел и вывел вот эти вот критерии империализма, соответственно, противодействия ему через вот эту вот призму сращивания национализма, политики и экономики. Ну, и таким образом принес сюда некую структуру в эту вот идею империализма. Это если вкратце. Ну, а потом, когда-нибудь мы еще с вами поговорим о Гобсоне подробнее. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, хорошо мою кавалерию потрепали, но и его вроде бы не так много осталось, хотя с ним еще придется долго постражаться. В результате возникает естественный вопрос. Империализм это хорошо или плохо? То есть, с одной стороны, мы с вами уже говорили о том, что старые империи, они обладают солидными заделами в экспериментировании с этой формой, с империализмом, с империями вообще. То есть, много происходило различных, как бы сказать, видовых отклонений от всех этих норм. Сказать, что они сильно отличались от нашего современного определенного глобализма, тоже не скажешь почему. Потому что был локальный глобализм, вы знаете, что Средиземноморье, оно само собой, как бы сказать, проявлялось тоже в таком себе определенном властвании, конкуренции, элит, империи, империализме снова же. Вплоть до конкуренции торговой, тоже это проявлялось неоднократно, торговых империй тоже это было. И поэтому, ну, нельзя сказать, что наше время чем-то так кардинально отличается. Ну, единственное, что мы на этом земном шарике вроде бы разобрались с границами, освоили все материки, континенты. И сейчас уже более такими объединенными группами воюем за место под солнцем. Вот и вся разница. И разница еще, наверное, состоит в том, что риски возросли. То есть, обладая, допустим, какими-то большими такими глобально опасными системами вооружения, мы рискуем снова же на этом земном шарике друг друга удавить. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Хорошо. Добиваем. И это касается не только военных отношений, а также экономических. Почему? Потому что монополии, получая полную власть в какой-то своей сфере, они могут нанести, в частности, и серьезный такой колоссальный большой ущерб окружающей среде. Что может привести, в свою очередь, к определенным изменениям в образе жизни человечества, и что снова же, в свою очередь, может очень сильно повлиять на развитие нашей цивилизации. Так как до сих пор нельзя окончательно утверждать, что мы вышли за пределы нашей Земли. Увы, пути летают автоматические какие-то станции, но и мы там на Луне были, прыгали, бегали. Но, увы, увы, баз нету, соответственно, как бы риски остаются теми же самыми. И даже если, допустим, на Земле произойдет какое-то событие, которое очень сильно деградирует нас, или изменит, допустим, атмосферу, то на той же самой международной космической станции, там, те несколько человек, которые постоянно находятся в космосе, вряд ли смогут прожить без помощи Земли. И, само собой, они не сильно повлияют на раскладку вот этого вот выживаемости человечества. Хотя, ну, такого колоссального, летального полностью успеха корпоративного сейчас ожидать не стоит. Почему? Потому что они не настолько всемогущие все еще. Корпорации, то есть мы к этому идем потихоньку. Они приобретают все больше и больше черты могущества, все больше и больше лоббируют свои интересы среди разных правительств, поэтому они глобальные корпорации. И все больше и больше начинают влиять. Хотя, с другой стороны, может быть, к определенным, таким самым продвинутым из них интернет-корпорациям, и приходит большая ответственность за судьбу человечества, и большая прогрессивность, в отличие, опять же, от элит, которые были там и до сих пор остаются какими-то там ресурсными элитами. Ну, то есть нефть, газ, алмазы, что-то там добывается. Обычно эти ресурсные элиты, они еще старого поколения, 20 века, и они очень плохо соображают по поводу того, куда надо идти человечеству. Они еще алчные, жадные. По сути, я бы сказал, что в первую очередь эти элиты должны погибнуть под натиском новых элит, нового времени. И вот это было бы очень хорошим успехом человечества. Но, увы, мы живем в ресурсном мире, где зависим от всех этих источников энергии, и хотим мы того или нет, пока что эта борьба очень трудна. Да, еще и, наверное, и потому, что новые элиты, новые корпорации, они слишком гуманны, чтобы настолько быстро разрушить монополию старых элит, старых корпораций. Так, хорошо, значит, ну да, я захвачу этот Вольфсбатч. Наверное, я не знаю, где этот Вольфсбатч находится. Ага, видите, зверлюдов отобрали. Хорошо, мы попробуем захватить, но у нас самая главная цель это Аверхейм. Правда, они в нем держат слишком большое войско. И пока что отлечь до своей силы у меня не получится, увы. Нужно будет еще чего-то ожидать, когда мы захватим он там, в городок. Оттуда привезти силы и уже тогда ударить по Аверхейму. По Аверхейму. Почему вообще дедушка Ленин, почему и Гобсон, в частности, не озаботились этой проблемой? Это их время. В их время действительно такой империализм, он вышел на новую стадию. То есть он очень ярко себя проявил. Ведь эпоха 19 век, начало 20 века отличалась. Это все чем? Тем, что происходили колоссальные изменения в глобальном обществе. Что это за изменения? Это само собой, вот эта вот сама глобализация, ускорение, усиление, облегчение торговли, рост скоростей по перемещению товаров людей. Он привел к упрощению взаимного обмена товарами. Что это значит? Это значит возросла конкуренция. Что это значит? Это значит, что опустились цены. Важный вопрос. Почему? Потому что чем ниже сцены, как говорится, тем это больше влияет на саму структуру постановки вопроса, как производить все это и как все это реализовывать. И возникло желание у многих стран сопротивляться вот этой конкуренции. Возникло такое понятие, вернее не возникло, а развилось уже в глобальном масштабе такое понятие, как протекционизм, когда одно государство понимает, что в другом государстве что-то производится гораздо дешевле и лучше, и оно очень сильно влияет на производство непосредственно в этом самом государстве. Поэтому приходится блокировать поставку товаров, защищать себя от вторжения капиталов из других стран и появился протекционизм. Хорошо это или плохо, для каждой эпохи это было чуть-чуть по-разному для каждой страны, поэтому об этом говорить пока нет смысла. Но, само собой, это очень сильно повлияло, опять же, на развитие человечества. Население, опять же, 19 век, вы знаете, что население просто колоссально росло, оно удвоилось фактически в конце 19 века, ну, по сравнению с 1850, то на начало Первой мировой войны, уже 1914 год, оно удвоилось. То есть, представляете, за 60 лет оно удвоилось, население, это, я думаю, тоже очень сильно повлияло, безусловно. И, само собой, повлияло каким образом? Вы помните, колониальные империи процветали в то время, пришлось вот это вот удвоение населения как-то им переживать. В частности, это, наверняка, демографическое давление очень сильно повлияло на само, саму судьбу империализма. Блин, приперли все-таки они еще один небольшой стычок синий, ну, сейчас мы его раскромсаем. Там я вижу, орки к нам идут, не к нам, надеюсь, искренне, не надо нам никаких орков, сражайтесь там сами с кем-то. Наша задача совсем другая. У нас совсем другие вопросы, я не хочу дальше идти, чем мне положено, у меня совсем другие мысли по поводу того, куда должна расширяться империя. В ту сторону не хочу. Вот там еще этот городишко захватить и все, хватит. Чтобы Мартхейм просто под ударом не находился, бесконечных этих странников в ночи, которые туда-сюда ходят и пытаются завоевать какие-то земли. Социальные изменения, безусловно, происходили. Вы знаете, эти все викторианские эпохи, которые потом, да и вообще идеологические в частности, да, социальные, идеологические изменения просто были колоссальными. Это, во-первых, и подверглось сомнению вера бога, возник дарвинизм, соответственно, потом теория эволюции, атеизм начал какое-то время преобладать. Ленин, Маркс приложили большую руку к тому, чтобы дать понять людям, что им надо как-то более-менее равными становиться. Вот в этом, пожалуй, очень большая их заслуга, что эта извечная борьба элит с народом, который им подчиняется, она вышла на новый уровень. То есть, чтобы давать, мол, ребята, делитесь, может быть, какими-то своими коврижками еще больше, чтобы распределить эти средства более равномерно. И это, безусловно, их одно из таких ключевых достижений. Опять же, я не обращаю внимания на то, к чему эти идеологии привели. Безусловно, там миллионы жизней мы потеряли и так далее и тому подобное. Но это история, увы. Увы, увы, мы будем еще терять миллионы жизней, от этого никуда не деться. Сам факт изменений просто мы здесь констатируем уже постскриптум и не более. Ну и, соответственно, научные изобретения, научно-техническая революция, она повлияла, само собой, и на экономику, и на социальное взаимоотношение между людьми. На все, на все, на все повлияло и тоже изменило очень сильно мировоззрение. То есть, брожение мысли, оно предвосхитило свое время, по сути, и привело к глобальным изменениям. В частности, к двум мировым воинам и к тем видам оружия, которые в них использовались, ну и впоследствии тоже, ко всем остальным изменениям. Тут понятное дело, что идеологии, они могли привести только к определенному, как бы, раздроблению человеческого общества. Может быть так, да, и очевидно, что эти империи, они накрылись медным тазом в свое время. То есть, империи, как высшее проявление капитализма. И это позволило, безусловно, очень многим говорить о том, что, мол, идеология, которую трактовали дедушка Маркс Энгельс, Ленин, они вроде бы заслуживают внимания и преобладают. Но затем произошло то, что Советский Союз не смог удержаться и развалился в результате, показав таким образом свою определенную несостоятельность. То есть, Китай перешел к капитализму, в частности, и в результате даже социализм, который в Европе был в некоторых странах явно проявлен и хорошо эффективно действовал, тоже показал свою некую несостоятельность. В том смысле, что очень трудно удержать этот самый социализм в отдельно взятой стране. Из-за огромных противоречий, которые возникают. Ну и, само собой, из-за вот этого вот сложного баланса ресурсов для поддержания вот этой вот социалистической политики в обществе. Увы, это оказалось все неэффективным, развалилось и даже сейчас в Европе многие стандарты начинают сокращаться. Социальные, социалистические стандарты даже вот там, где они преобладали. Именно ввиду того, что происходят другие глобальные изменения. Вы знаете, глобализация, она влияет на переселение. Переселение влияет опять же на то, что в разных странах появляется слишком много людей, которые нуждаются в этих же самых социальных услугах, но не готовы компенсировать их своим трудом. Поэтому получается дисбаланс и приходится вот тем, кто жил вроде бы в масле, уже делиться с более бедными пришельцами. Это вызывает определенные напряженности в обществе. И вот эту вот социальную программу благополучных стран в некой степени разрушает. Что здесь делать с этим Аверхеймом, друзья? Ну, серьезные, сильные ребята, золотая кавалерия. Блин. Вы видели, как мы бились? Сложно было биться, наверняка. Просто если я сейчас пойду в битву, я потеряю больше, чем если бы я сейчас автоматом проиграл. И тогда хоть у меня что-то останется. Не знаю. Но не идти в битву тоже как бы... Не знаю, просто тратить время, не тратить время на эту битву. Ну, давайте, давайте, потратим время, посмотрим, что произойдет. Посмотрим, что у нас произойдет с этим всем делом. Это у него два меча. Мне сначала показалось, что он из лука стреляет. А у него на самом деле два меча. Так. Ну и, само собой, вот этот вот империализм, все эти идеи по поводу империализма, говорит о том, что империализм в наше время не актуален. Глобализация происходит, и она нивелировала полностью империализм. Импери развалились. И создалась определенная такая фаза постимперская мира. Так, ладно, хорошо, нам надо распределить наши условия. Поставить войска так, как надо, дабы они своей контратакой не съели нас. Что возможно, если мы не подготовимся как нужно. Так, это так, 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 значит, кавалерию давайте-ка вбок отведем. Если мы сейчас захватим Маверхем, это просто будет великолепно. Это будет, не знаю, реализация всех наших надежд. На доминирование здесь, на этой карте, это будет в некой степени такая же переломная точка, как та, когда мы сломили крестовый поход и оставили его ни с чем. Почему? Потому что если еще одно графство падет, тогда мы получим в свое распоряжение большой город. И, собственно говоря, уже выход к следующим землям. Плюс еще отсутствие сопротивления. Хотя мы армию всю в одиночку перемололи, это Аверхеймскую. Я так не видел, чтобы он с кем-то еще воевал. Может с порубежниками они еще, правда, сражались, не помню. Блин, надо зомби сюда, быстренько, быстренько вперед выдвигайтесь. Здесь вы должны буфером послужить, этих выделить отдельно, лучников. Короче, сумятица все равно получается, они выстраиваются быстрее. Ну, где там то подкрепление? Я что, сам должен сражаться? Ребята, давайте, 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 поторпитесь. Как-то они идут странно, вы видите, с той стороны заходят. А почему не с этой, где я стою? Или там пригорок, и нельзя взобраться на него. Ладно, так, пошла кавалерия. Как нож через масло прошли, раскидали моих скелетов. Мне бы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это, к сожалению, рыцарь и хладного пламени, но не полководец. Мне сначала показалось, что это он, было бы неплохо его снять, но чарджем здесь не справишься, да. Ого. Ха. Дофига их получается. Ладно, отступаем. Блин, ну у меня шансов не было с самого начала. Это я, конечно, загнул, тут в эту битву вошел. Надо было все-таки автоматом ее решить. Ну да ладно, если что, ослабим, по второму разу уже будет легче. Однако, несмотря на то, что империи империями, типа, как бы, время прошло, но есть и такие понятия, как... Американская, например, империя. И вот она начала развиваться в начале... В конце 19 века, там... В результате, как бы сказать, приобретения и подвижек вот этих вот военных. Ну, испано-американская, так называемая, империя. То есть, какие-то там, может быть, высылания своих контингентов в близлежащие страны. Типа Мексики влияния на политику, в частности, на политику уже и даже африканскую, европейскую. И пошло и поехало. И, типа, как бы вот такой себе американский империализм, который проявляется в виде своеобразных, таких дистанционных, фактически, не колоний, но протекторатов. То есть, больше похожий, может быть, в какой-то степени на некие проявления римского империализма. Само собой, ну, в Российской империи, я тоже, думаю, понятно, да, российский империализм, который тоже действовал, существовал, проявлялся. Однако, снова же, вот сейчас, якобы, все это не проявляется. Но, когда мы беседовали в диспуте про империи, мы говорили, что новая стадия глобализации отнюдь не отрицает самого по себе проявления определенного империализма. И, если даже кто-то хочет завуалировать его в некую такую мягкую форму, ну, то есть, проявить его через, может быть, ну, например, да, мы говорили о признаках империализма. Ох, ладно, сейчас я на битве сосредоточусь, потому что, потому что что-то как-то их слишком много, и получается так, что мы все равно по-прежнему проигрываем. А вот, блин, союзничек тащит эти вещи и не сильно нам помогает, дружок. Ты чем занимаешься? Мы тут из последних сил уже выбиваемся, пытаемся как-то с врагом поладить. А ты нас так сильно подставляешь, друг. Ну, давай же, давай, давай, давай. Блин, он идет вообще, видите, в ту сторону и собирается атаковать отдельно врата по миникарте. Видите, от нас отдельно и без... без вообще не помогая нам. Ну, как так получается? Я же направляю его на помощь нам. Хорошо, что враг хоть разделяет часть юнитов туда. Ну, ладно, будем отвлекающим маневром таким себе. Обидно, безусловно, но... Что же делать? Большие мечи телохранители. У вражеского командира разбить их кавалерии весьма нереально. А ну, арбалетчиков давайте подтравим здесь. Видите, они отдельно послали на нас, на командира. Алибарчиков. Так, значит... Мушкетеров еще убрать. Ну, что ж, потихоньку мы в свою сторону все-таки выигрываем. И, учитывая новый запас подкрепления, я думаю, должны все-таки победить. Аверхейм, надеюсь, будет наш. Даже если вот непосредственно я тут буду разгромлен. Ибо мои войска, конечно же, уменьшаются с устрашающей скоростью. Так вот, если вспомнить вот эти особенности империализма, то есть, олигархия, монополия, затем, что у нас есть доминирование, да, преобладание. То, по сути, они все так и остались. Основные какие-то игроки, вот эти вот геополитические, так сказать, они пытаются получить определенные монополии, пытаются доминировать. Пускай эти монополии делятся своими благополучием, своими средствами, своей реализацией с другими. То есть, нанимают каких-то реализаторов своих планов. Но все-таки от них очень многое зависит. Очень хорошо это видно, знаете, в тех фильмах и сериалах, когда показывается доминирование одной корпорации, например, какой-то IBM или еще каких-то, да, и в борьбе с этим новых игроков. Которые, в свою очередь, тоже становятся доминантами. Которые, например, как Google, покупают проекты определенные мелкие, которые могут составить им конкуренцию, закрывают их. Или, ну, как новая корпорация, которая, по сути, приходит на смену старым, и вот эта вот монополия, она вроде бы, с одной стороны, разрушается, а с другой стороны, снова начинает преобладать только в виде уже новых, свежих игроков. Поэтому сказать, что в нашем современном мире есть такая сумасшедшая конкуренция и отсутствие монополии, опять же, не скажешь. Та же самая конкуренция была и в древнем мире, когда существовала Римская империя, были торговые какие-то объединения разных стран, которые взаимодействовали. То же самое, ну, во все эпохи, по сути. Гильдии, которые, опять же, конкурировали друг с другом, имели монополии на свою какую-то сферу, но в то же самое время постоянно это динамически менялось обстоятельства. Что касается олигархов, ну, они никуда не делись, у нас миллиардеры есть, правильно, и эти миллиардеры, опять же, в таком себе, как говорил снова же Ленин, последняя стадия капитализма, она-то не последняя. Она, по сути, вот после империализма преобразовалась в новую стадию такого себе глобального капитализма, если уже таким языком говорить. Хотя этот капитализм, он все же немного отличается от старого капитализма, то есть, чем отличается? Тем, что действительно рабочий класс, как так называемый, он добился гораздо больших полномочий, плюс креативный класс стал играть большую роль вообще в жизни человечества. То есть, произошло некое перераспределение полномочий. Такие вот дела с этими всеми преобразованиями. Ну, что ж, мы побеждаем. Окей, даже и без подкрепления, хорошо. Хорошо, замечательно. Что еще из признаков империализма? Помните, передел мира, да, то есть, передел каких-то сфер влияний. Так он существует, существовал и всегда будет существовать. Он применим на любом уровне, как мелкого бизнеса, так среднего, так и крупного, так и на государственном уровне. Собственно говоря, этот передел может происходить разными способами. Мы его замечаем каждый раз, каждой новой реализацией, которая является хорошо забытой старой же реализацией, которая используется еще от начала мира. То есть, все признаки империализма, они сохранились в нашем мире. Они действуют. Объединение разве что производственного банковского капитала. Ну, так и есть. Опять же, я приводил пример, да, что одни и те же владельцы могут содержать свои банки, которые обеспечивают производство. И в то же самое время даже давать самим себе кредиты для производства. И на этом даже зарабатывать. И такие схемы есть. Выцеживая из государства дополнительно еще. При этом плюсы какие-то себе, бонусы. Ну что, давайте их добивать. Сейчас, надеюсь, они не встанут там какой-то горой за свой оверхем где-то во вратах, что перебьют нас всех. Еще здесь есть. Хочем заняться на поле боя. Поэтому давайте-ка я буду этим и заниматься. Хорошо у нас получилось с Оверхеймом. Я вообще рад. Тут уже мы должны по-любому победить. Даже по времени хватает. Вроде бы все. И да, и вот это свершилось в результате. Наконец-то мы закатаем. Хотя, может быть, еще у них один город. Они случайно не отвоевали там у порубежников тот город-долг. Сейчас... Ааа, стоп. Я же не отвоевал еще один вроде бы. Хотя это уже не так важно. В любом случае мы победим. По сути, вот таким образом, изучая эту идею империализма, выходит, что у нас ничего не изменилось. Мы все равно живем в эпоху империализма. И эта стадия просто перешла в эпоху глобального империализма. Когда, с одной стороны, произошло некое перераспределение монополий. То есть, они стали не настолько категорическими. А с другой стороны, они по-прежнему крепляются. И уже даже в больших масштабах действуют. Конкурируют между собой. Сотрудничают между собой. И занимаются тем же самым переделом мира. Нет ничего нового под солнцем, да? Ну что? Готово. Наконец-то. С королем вражеским завершили. И сейчас чуть-чуть совсем. Проникнут в городок и захватить... Ух, куда они забрали? Зачем вы на стены? Придется их еще оттуда снимать. Наши здесь расправились. Хм, бегают за одним чуваком, который там что-то... Ну все. А, время здесь не считается. Сейчас тогда добьем и будет наш Аверхейм. Так что никуда мы не делись от этого вот империализма, капитализма, монополизма. А по одной простой причине. Наверное, по той, что если мы абстрагируемся от идеологизации этого всего процесса, то поймем, что человечество всегда существовало таким способом и именно таким способом развивалось. То же самое касается всего фактически. То есть мы продолжаем с вами действовать таким самым способом и другого варианта, пока развития нашего не нашли. То есть мы не находимся ни на какой следующей стадии, никакой коммунизм, никакой социализм не в состоянии убрать вот эту вот конкуренцию, монополий определенных. По сути ведь, что такое монополия? Монополия это всего лишь что-то крупное. Крупное, которое обладает большей властью, чем то, что мелкое. И соответственно, когда у вас больше власти, когда вы крупное, вы безусловно будете этим пользоваться. Это естественный образ жизни, от которого никуда не денешься и не откажешься. Придется разбивать ворота еще отдельно. Ну что я сделаю, если такой процесс? Видите, все действие по правилам все равно происходит. Тем более, союзник особо там не хочет что-то сделать полезное. Не хочет ворота. А вот все, готово наконец-то. Фух! 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 Фух!